О гордости и смирении Гордый необходимо унизиться, напротив же, смиренный возвысится. Величие смиренного есть величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах и наименованиях. Внешне величие есть плод вынуждения и страха, а и сие подобно величию Божию. Снискавший же сие последнее, хотя бы никто ему и не удивлялся, велик, напротив, приобретший только первое, хотя бы все раболепствовали пред ним, всех ниже. Честь, воздаваемая сему, воздается по принуждению и потому удобно теряется, а честь, которую воздают оному, зависит от доброго произволения и потому она сохраняется постоянно. За сие-то мы почитаем и святых, что они, будучи выше всех, пред всеми смиряли себя. Посему-то они досели высоки, и величие их не потребила и самая смерть. Если вы хотите, то мы подтвердим сие и доказательствами разума. Высоким называют кого-нибудь или тогда, когда он имеет высокий телесный рост, или когда стоит на высоком месте, а низким в противоположных случаях. Теперь рассмотрим, кто действительно высок, гордый ли или смиренный, дабы тебе удостовериться в том, что нет ничего выше смиренно-мудрее и нет ничего ниже гордости. Гордый обыкновенно почитает себя выше всех и не признает никого равным себе. Какую бы ни пользовался честью, всегда желает и домогается большей, думает, что он еще ничего не получал, презирает людей и ищет от них почтение. А сего, что может быть безрассуднее, это что-то загадочное. Человек ищет себе почтение от тех, которых почитает за ничто. Видишь ли, как желающий вознестись не спадает и присмыкается долу. А что он всех людей почитает за ничто в сравнении с собою, он сам это ясно обнаруживает, ибо таково свойство надмения. Итак, для чего же ты прибегаешь к тому, который ничего не стоит? Для чего ищешь от него чести? Для чего имеешь при себе такое множество людей? Вот низкий, который и стоит на низком месте. Обратим же теперь внимание и на истинно высокого. Он знает, что значит человек, знает и то, что человек велик, и то, что сам он всех ниже. Потому, если пользуется и уважением, то почитает это за великое. Он верен самому себе, постоянно высок, и никогда не переменяет своего мнения. Ибо коих он признает великими, от тех и честь принимает за великое, хотя бы она была и не велика, потому только, что он их самих признает великими. Напротив, гордый, тех, которые почитают его, почитают за ничто, а честь, которую они ему воздают, дорого ценит. Еще смиренный не уловляется никакой страстью. Его не может возмутить ни гнев, ни любовь к славе, ни зависть, ни ревность. А что может быть выше души, чуждой сих страстей? Напротив, гордый, одержим всеми страстями, и как червь в грязи присмыкается. И зависть, и ненависть, и гнев постоянно волнуют душу его. Итак, кто же истинно высок? Тот ли, кто господствует над страстями, или тот, кто раболепствует он им? Тот ли, кто трепещет и страшится их, или тот, кто недоступен для них и никак ими не уловляется? Какая птица летает выше, скажем мы? Та ли, которая носится выше стрел ловца, или та, которая и без стрелы попадает ловцу, потому что летает по земле и не может подняться на высоту? Таков точно и гордый. Его каждый силок удобно ловит, потому что он присмыкается по земле. И если же ты хочешь, то можешь видеть сие и из примера злого оного духа. Что ниже дьявола, гордого, и что выше человека, смиряющего себя? Тот присмыкается по земле, находясь под нашу и питою, ибо в Писании сказано, наступите на змея и на скорпиона. Лука 10, 19, Псалом 90, 13. А сей находится с ангелами на небесах. Если же ты хочешь знать сие из примера людей гордых, то представь себе оного варвара, который имел столь великое войско и не знал даже того, что всем известно, как, например, что камень есть камень, идолы суть идолы, и потому был ниже всех самих вещей. Напротив, благочестивые и верные возносятся выше солнца, а потому что может быть выше их? Они прилетают самые своды небесные и оставив за собой ангелов, предстоят самому престолу царя. Наконец, дабы тебе еще более увериться в низости гордых, я спрошу тебя, кто унижается, тот ли, кому вспомоществует Бог, или тот, кому Он противится? Очевидно, что тот, кому противится. Итак, слушай, что говорит Писание о том и другом. Бог гордым противится, смиренным, смиренным же дает благодать. 1 Петра 5.5, Яков 4.6. Еще спрошу тебя о другом. Кто выше, священнодействующий или приносящий жертву пред Богом? Или тот, кто не имеет дерзновения приступить к Нему? Но ты скажешь, какую жертву приносит смиренный? Послушай Давида, который говорит, «Жертва Богу, дух сокрушен, сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит». Псалом 50.19 стих. Вы ищли чистоту сего, обрати же внимание и на нечистоту оного. О нем говорит Писание, «Нечист пред Богом всяк, высокосердый». Притча 16.5. Притом в первом обитает сам Бог, «На кого воззрю?» Говорит он, «Токмана краткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Исайя 66.2. «А последний мучится вместе с дьяволом, ибо надменный потерпит то же, что и дьявол. Посему и Павел говорит, да не разгордеевся в суд, подет дьявол». 1 Тимофея 3.6. Таким образом, с ним случится противоположное тому, чего он желает. Он хочет гордиться для того, чтобы его почитали, а между тем, если кто более всех подвергается презрению, то он это. Ибо если кто подвергается насмешкам, вражде и ненависти у всех, если нападают на кого враги, если кто подвергается гневу, является и нечистым пред Богом, так это больше всех гордецы». Что же может быть хуже сего? Это верх зол. Напротив, что любезнее смиренных, что блаженнее их, когда они любезны и приятны Богу, да и у людей они же более наслаждаются славою. Все почитают их как отцов, любят как братьев, принимают их как своих. Итак, будем смиряться, чтобы нам вознестись. Ибо от великой гордости происходит унижение и безумие. Так унижен был фараон. Ибо он сказал, «Не знаю Господа». Исход 5.2 Из-за сие сделался презрение мышей, лягушек и мух, и вскоре после сего потонул с оружием своими конями. Не то было с Авраамом. Он назвал себя землей и пеплом. Бытие 18.27 И потому одержал победу над бесчисленными неприятелями. Бывший у египтян возвратился от них с победою, славнейшую прежней и снискавшись столь великую добродетель, навсегда остался великим. Посему его везде воспевают, ублажают и прославляют. А фараон – земля, пепел и даже хуже сего. Бог ничего так не отращается, как гордости. Посему-то Он еще изначально так все устроил, чтобы истребить в нас страсть сию. Для сего мы соделались смертными, живем в печали и сетовании. Для сего жизнь наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работой. Ибо первый человек впал в грех от гордости, возжелав быть равным Богу. Из-за сие же не удержал и того, что имел, но потерял оноя. Таковы плоды гордости. Она не только не доставляет нам никакой пользы, но лишается того, что имеем. Итак, Великус Смиренно Мудрия не только не отнимает у нас того, что имеем, но еще доставляет и то, чего не имеем. То возремнуемо воном, под чьим стеслежать оноя, дабы нам насладиться и настоящей жизнью, и приобрести будущую славу, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу, держава со Святым Духом, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 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 Аминь.